Ребята, всем привет! Ну что же, наконец-таки на днях нам установили мебель в санузле, и я хочу показать вам наш результат, что там сейчас находится. Я думаю, вам это будет интересно, особенно тем, кто с нами прошел все этапы нашего ремонта, от начала и до конца, как говорится, от покупки квартиры, кто был с нами в наших роликах. Поэтому, ребятки, давайте переместимся уже поскорее туда, и я вам все покажу. Ну что, заходим с вами в ванную комнату, и что мы здесь видим? Это вот такая вот подвесная тумба, выполнена из МДФ, мойку мы покупали отдельно, это искусственный камень, стоило 400 рублей. Здесь в углу у нас просто вот такие полки, получается, от вот этого вот места. Здесь, кстати, очень классно сидеть. И вот мы решили просто в потолок пустить такие полки для шампуня, для соли разной, ну и всего прочего необходимого при мытье. Здесь у нас получается такой вот пенал от потолка до пола, и сверху вот такой вот шкафчик. Все очень вместительное. Здесь такая дырка пока что, это потому что у нас будет сушильная машина здесь стоять когда-то в перспективе. Вот. А пока здесь стоит зеркало. Зеркал у нас еще нет, но когда-то тоже в ближайшем будущем они появятся. Что здесь можно сказать? Получается, вот этот пенал и вот этот шкаф — это ЛДСП. А вот это уже получается МДФ, потому что здесь вот такие вот ручки, не знаю, как это правильно называется, фрезеровка вроде бы. Вот. Поэтому здесь ЛДСП не подошло. Так что это МДФ. Полки довольно вместительные, как видите. В принципе, очень даже клево. Фурнитура везде блум. Значит, что здесь можно сказать? Очень такой просторный от нажатия открывается шкафчик. Ну, это такое место для тазов, для каких-нибудь маленьких ведерок, для чего-то легкого. А вот этот пенал — это уже специально сделано, типа, для веников всяких, для швабр, для таких вот бытовых всяких штук. И дальше до потолка просто вот несколько полок, две обычных полки. И одна, как видите, хитрым способом, так скажем, сделана, специально вот до половинки, не полностью полка, чтобы ставить всякие высокие бутылки, вот, например, как вот кондиционер для белья, чтобы помещалось. Ну и, собственно, на этом здесь всё. Краны. У нас одинаковые краны. Вот такой вот прикольный белого цвета. И в туалете тоже. Ну, он нам понравился просто дизайнерский, и у него ещё есть прикольная фишка, то, что вот он поворачивается во все стороны, и вот этот носик у него тоже поворачивается во все стороны. Ну, прикольно. Нам он просто визуально очень понравился, и вот этот функционал его тоже впечатляет, потому что похожие краны из хрома, обычные, как сейчас многие делают, они просто как бы статичные, они не поворачиваются, поэтому вот мы выбрали такой. По-моему, интересный вариант. Здесь, конечно, всё будет меняться, нужно будет покупать всякие красивые, скажем, штуки, эти все дозаторы, но это чуть позже, потому что нам мебель только установили, ещё не было времени этим заниматься, естественно. Так что вот по горячим следам просто вам показываю наш результат. Здесь будет зеркало с подсветкой большое, наверное, будет идти вверх, так, чтобы вытягивалось пространство. Так, ну, вроде здесь всё показало. Итак, туалет. Здесь у нас вот такая тумба. Она уже не выдвижная, но с фрезеровочками, то есть тоже здесь две полки. Вот это, кстати, нюанс, то, что бьётся. Ну, что-то вот этот момент мы немножко упустили. То есть, в принципе, если сильно не открывать, то оно будет стоять вот в каком-то положении, вот так вот где-то. Ну, а дальше, конечно, летит в унитаз. Это, конечно, минус. Может быть, мы это отрегулируем чуть позже. Вот, ну, здесь просто две полочки вот таких вот. Тоже здесь блум. Вот этот вот такой доводчик. Умывальник. Вот такой вот раковина. В принципе, очень даже удобная. Она, видите, довольно большая. Эта раковина стоила 200 рублей, а, получается, в ванной стоила 400 рублей. Ну, здесь просто, видите, такая, как чаша, скажем так. А здесь она получается со столешкой. То есть, это всё такое литое вместе. Поэтому вот эта 400, мне кажется, классный вариант. Очень хотелось иметь такую вот столешницу, чтобы красивенько здесь что-то расставить, какие-то там декорные элементы добавить, красивые дозаторы. Вот, так что это 400, это 200. Экраны одинаковые, как видите, поэтому не буду уже повторяться. В принципе, всё понятно. Вот эта столешница, это искусственный камень. Она, смотрите, какая тоненькая. Вообще выглядит клёво, нравится. Ну, и всё, что здесь остаётся показать, это вот эти двери. Максимально пытались угадать с цветом дерева. В принципе, смотрится неплохо, да, чуть-чуть отличается. Это светлее и серее, это немножко теплее выглядит. Но, тем не менее, по-моему, довольно удачно мы всё подобрали. Мебель хотели белую, естественно. Потому что у нас как бы и двери белые. Вот даже если я так закрою сейчас, то сочетается хорошо и с полом, и с бетонными вот этими стенками. Ну, в общем, мы довольны, нам результат понравился. Что касается цены, то вся вот эта мебель обошлась нам в 920 долларов. Вот, это только получается сама вот эта мебель. Я имею в виду все вот эти шкафчики. Отдельно шла уже раковина раз, раковина два, краны и, собственно, работа сантехника. Вот. Ну, что вам ещё рассказать? Наверное, даже уже нечего больше. В дальнейшем тут, конечно, будут маломальские покупки в виде зеркал. А так, в принципе, можно сказать, здесь всё завершено. Ну, там декор, шторки эти, всё будет меняться. Вот. Так что сама мебель 920 долларов. И если вам понравилось, то в описании к видео оставляю номер телефона нашего мастера, который это всё делал. Вот. Пишите ему, если вам нравится. Мы работы его довольны. Это как бы не реклама, это просто мнение. Он даже знать, наверное, не будет, что есть это видео. Вот. Но, тем не менее. Вот такие вот у нас обновочки. Пишите в комментариях, как вам. Мы довольны. Нам всё очень нравится. Интересно, что же вы скажете. Может быть, что-нибудь посоветуете. Вот мы, допустим, сейчас не знаем, куда нам деть полотенца, потому что раньше они у нас тут висели. Сейчас появился пенал. Может быть, они тут и останутся. Но это, конечно, не очень красиво выглядит. Сюда мы не хотим вешать крючки, потому что, скорее всего, у нас тут ещё появится небольшой полотенчик, электрический, скорее всего, будет здесь. Ну, это в перспективе. Я не знаю. Может быть, мы передумаем. Но мы планировали сделать здесь электрический полотенчик, чтобы уже как-то вот просушить маломальски что-то можно было. А с крючками пока вопрос. Может быть, есть у вас идеи какие-то. Буду рада вас послушать. Ну и, собственно, всё. Вот такие у нас обновки. Что скажете, пишите в комментариях. И до новых встреч. Всем пока.